Косываясь конюшину, косываясь конюшину, паглядау на девчину, а девчина житта жала, ты на яся паглядала, ты на яся паглядала. Я думал, это украинская песня. Нет, это белорусская. Я помню, когда мы садились в троллейбус и ехали на троллейбус прямую на Павдневый Захад с Тягуначного вокзала. Да? Тягуначный вокзал – это железнодорожный, как ты понимаешь. И День незалежности. 3 июля. Видишь, все знаю. Красавчик. Центральная улица была Франциска Скорына, но потом переименовали ее вроде. В проспект незалежности. Там реально, вот если ты не умеешь писать, вот вокзал через двумя буквами «А», пожалуйста. Это же самое смешное. Любой диктант на пять. А есть двоечники в Беларуси, кстати? Нет. Только русские. Только русские. Так, ну что же. Мы находимся в нашей любимейшей Беларуси. И сегодня мы будем разбирать, конечно же, новости приземленные. Но при этом при всем сердцу угодные. Поехали. Новости. А кто знает, почему новости? Это были не новости. В этом-то и вопрос. Будет не новости. Мы ответим на любые ваши вопросы простейшим языком, как земля-матушка нам дала эту картошечку. Это вареная картошка, кстати? Да. А соль есть? Первый вопрос у нас действительно про новости. Какие новостные ресурсы самые достоверные? Где конкретно вы читаете новости о криптовалюте? Во-первых, конечно же, мы читаем Гагарин Ньюз. Также мы еще читаем Форклок. Да. Который до сегодняшнего дня не заплатил нам за рекламу. Да, ну уже все, ребят, уже и не надо. Теперь вы нам будете платить. Ник, бро, ну 60 выпусков уже контента. Ну когда ты напишешь уже о нас? Уже были и везде, и в эфире, и все. Ну мы уже даже в натуральную величину познакомились и попытались. Были уже маленькими, потом средними. Сейчас мы уже большие. Еще я читаю канал в Телеграме Market Tweets. Вот, мне очень нравится подача ребят. Они очень-очень оперативно дают ключевые поинты по разным рынкам, в том числе по криптовалютному. Я еще читаю Зощенко. Область или из-за не туда пошел? А, это уже не новости. Ну как бы там новости. Ну все, короче, мы на самом деле ничего не читаем. Мы предпочитаем сами создавать новости. Блин, с языка просто... Помимо всех тех новостей, о которых уже только гнидая собака не написала, что мы запускаемся с некоторыми банками, также мы запустили коллаборацию с компанией LifeSell. Как вы понимаете, дочернее предприятие компании TurkSell и совокупно 67 миллионов клиентов. Где-то сейчас икает маленький Coinbase. На 20. Ключевая абонентская база 58 миллионов клиентов в Турции. Так. 9 миллионов клиентов в Украине. Так. И полтора миллиона клиентов это Германия с Белоруссией. Кстати, Беларусь в том числе участвует в процессе создания генерации трафика. Но там поболее будет. Нет. Ну, будет. Пятихаточка. Давай, поехали. А в чем спор заключался такой? Я считаю, что больше, чем 68 миллионов абонентов. А, всего? Да. Насколько больше? Ну, давай, поставим. Проход первого. Проход. Ну, давай так, смотри. Ну, давай, по-честному. Ты говоришь, 68. Давай процентный коридор. Выберем все. Смотри, до 73 миллионов твоя победа. Все, супер, давай. А, слышно, моя? Можно я косарь? Не, на 500 мы договорились. Сука. Ты мне за Трампа еще не отдал. А я с Любой на два... В смысле, за Трампа не отдал? Подожди. А что мы спорили? Ну, ты Трампа брал. А как не отдал? На повторку. Ага. А на сколько мы поспорили? Ну, на столько же. На пятихатку? Да, но там у нас еще были какие-то споры. Так это взаимозачет. Ну, возможно, да. Так по бухгалтерии и закрылось. Ну, там, в принципе, плюс... Ну, я уверен, что в каком-то... Ну, она где-то закрылась. Где-то закрылась. Где-то закрылась, Глеб. Потому что ваша чикагская по Волжье, блядь, не забыла бы мне пятихатку. Что есть, то есть. Я уверен, что она где-то... Где-то, ну да, она скрылась, хлопнулась. Хлопнулась. Бухгалтерия. Дебет, кредит, и вот по нулям вышли. А вот перед Любой у меня, ну, неотвеченная двушка. То есть, если я сейчас как бы тебя выиграл, а я тебя выиграл, так, то получается полторушка у меня хай-риск. Хай-риск. Это называется диверсификация, наши друзья. Давай, давайте, может быть, еще что-то замажем в процессе передачи. Диверсифицируем, так сказать. Ну, мне с тобой, получается, уже не очень интересно. Чего? Потому что, ну, в рамках нашего с тобой спора я могу... С представителем Беларуси, пожалуйста. Диверсифицировать наш с тобой спор, разве что? Поспорив с тобой на пятихатку... Так. Я диверсифицировал риск. Так. А с представителем Беларуси, если... Хотя, в принципе, спорив с тобой, в принципе, я могу и всю двушку отбить. Ладно. Айда, понеслась. Белорусская частушка. А будут еще гости про успешный успех, как в недавнем выпуске. Я могу смотреть выпуск, состоящий только из того, как Владимир опускает скамеров. А я это читал, комментарий. Во-первых, начнем с того, что Владимир не ставит себе задачи никого опускать. И, в принципе, и в том выпуске, который упоминает наш прекрасный подписчик, в том числе не ставил себе такой задачи. Просто так получилось, что схлестнулся мир визуализации и вджобывания. И получился вот такой контент. Не больше, не меньше. Никакого, смотрите, ребята, друзья, подписчики наши драгоценные, смотрите, никогда в жизни предвзятое отношение не позволит себя вести неподобным образом на камеру. Кроме как и с Глебом. А кто тебе сказал, мой дорогой подписчик, что Глеб до сегодняшнего дня еще не создал этого коина? Уже очень много получили этот аирдроп. В кальмары играли. Всю пальцу запустили. Если ты знаешь, что такое аирдроп. Глеб, аирдропщик за щекой. Я на какой-то там еще панели буду выступать скоро. И там тоже будет немножко аирдропа. Я немножко аирдропа там тоже дам. Конечно, в муку. Поехали дальше, Володенька. В одном из наших недавних выпусков вы поинтересовались у подписчиков, а за сколько они готовы продать свою жену? И шо? Ответы пришли следующие. Моя жена стоит 2 верблюда, 40 гривен или в обмен на штаны. 3 биткоина продам малую. У меня к вам вопрос. Вы не задавались с целью сделать какое-то предложение этим людям? Смотри, для начала, раз уже такая движуха, в первую очередь отвечаю человеку, который предложил 2 верблюда, хотелось бы посмотреть в том числе и ваше пастбище. Нет, 2 верблюда это по-братски. Это наш человек. Да. Штаны, как бы, это тоже понятная ситуация. По четвергам самые дорогие на вес. В воскресенье самые доступные. А вот это вот с вашими биткоинами, конечно, не разбери, хаманадой человек. Может, вы битховенов имели в виду? Володечка, а что там дальше? Так в чем был вопрос, что надо покупать, не покупать? Мне просто даже интересно, как эти люди формировали цену. Вот почему 3 биткоина? Ну, подумал, 180. Смотри, я тебе рассказываю, как формировалась цена, как формировалась себестоимость продукта в виде 3 биткоинов. Человек, среднестатистический. Возьмем, например, белоруса. Раз уж мы под Минском сидим на даче. Среднестатистический белорус зарабатывает 200-250 долларов в месяц. Ну, такой хороший белорус. Без Минска пока. Да, без Минска. Жена его живет приблизительно долларов на 850-900 в месяц. Отсюда мы формируем непокрытый спрос в размере плюс-минус 650-700 долларов. Плюс-минус 3-4 похода. Как мы назовем этот непокрытый спрос? Дебиторская задолженность мужа. Дебиторская задолженность белорусского мужа раз за разом возрастает. Из месяца в месяц. Потому что нет резкого хайпа картошки по миру, для того, чтобы, ну, знаешь, там он эксанул. Эта дебиторка из месяца в месяц прогрессирует и имеет такое свойство плюсоваться. И в какой-то момент он подсчитал, если биткоин уже на сегодняшний день стоит 60 тысяч долларов, значит, я за 8 лет совместной жизни отбиваюсь в ноль и могу, наконец-таки, снять себе однокомнатную квартиру вместо... Хлева. Хлева. И он сливает ее, как бы, в комментариях под Гагарин Шоу за 3 биткоина. Нужно продавать на хаях. Поэтому, если будут предлагать 2,5 биткоина, 2, вообще любую хуйню до 1000 дохи скидывай. Не, вопрос, товар на максимуме, на максимуме пошел уже на спад. Товар в любом случае идет на спад, потому что история, как бы... Юзается? Конечно. Следующий вопрос от нашей подписчицы, задала на его в комментариях. Ой, моя девочка, давай. Спасибо за очередной интеллектуальный и интересный выпуск. Предполагали, когда только запускали этот проект, и что думаете касательно того, что большинство зрителей – зрелая женская аудитория? Пум-пум-пум. Люба написала все же сообщение одно нам. Выступает представитель зрелой команды. Так же, как я и написал в комментарии, я считаю, что это сугубо всецело заслуга Глеба Викторовича. Потому что зрелая девочка никогда не клюнет на такую пигалицу, разговорчивую, как я. Она выберет зажиточного, еврея, рослого, статного, опять же, экономного. Но в меру, но в меру. На себе не экономим. На самом-то деле, если честно, я отшутился на этот комментарий, но мы точно не предполагали, что у нас будет настолько серьезный бабский батальон. Но это на самом деле в том числе и приятно, потому что парни-подписчики вряд ли закусятся с какими-то недоброжелателями. А наш бабский батальон, мне кажется, если кто-то начнет нас щемить в медиапространстве, шпалин богин будет! А прикинь, провести настоящий корпоратив подписчиков. Настоящий. То есть всех, кто тебе написал, ты всех приглашаешь. Сам подписчиков? Да. А там будет отдельный уголок тех, кто на щура смотрит? На щура. Такая детская комната на щура. В пике миллион просмотров, а подписчиков 50 тысяч. Нам нужна очень большая детская комната, понимаешь? Очень большая. Минутка халявы в Гагарин шоу. Расскажите, как заработать крипту без вложений. Никак. На следующий вопрос. Не, на самом деле, стоп-стоп-стоп, отмотай пленку назад. Мы ж на VHS это все пишем, я правильно отдаю себя? Заработать крипту можно, но не все то крипта, как его называют. Это аирдропы. Вы можете, конечно же, безусловно, проучаствовать в каких-то аирдропах, баунти-компаниях и прочем. Но вы должны учитывать, друзья мои, и все те, кто смотрят нашу передачу, и все те, кто пишут мне сотнями тысяч в директ, пишите им. Я продолжаю людям отвечать в директ. И они, знаешь, что мне иногда пишут? Да ладно, это ты? Нет, блядь. Не, ну это ты, да? Ладно, шутки шутками. Но на самом-то деле, вы должны, ребята, помнить одну ключевую штуку. Криптовалюты, это уже такой, типа, это уже такой тренд. Вот, чтобы вы понимали абсолютно точно. Есть подгузники. Подгузники — это техническое устройство для упаковки младенца, чтобы он не ссался в кровать. Но ввиду маркетинга и всевозможных инсинуаций, все почему-то называют подгузники памперсами. Но памперсы — это подгузники. Но не единственные. То же самое, копировальные устройства. Ксерокс. Вам нужно сделать ксерокс, но ксерокс — это лишь одна из вариаций того устройства, которое может сделать вам копию вашего бумажного носителя. Так вот, поэтому хотел бы, чтобы вы все усвоили, что среди криптовалют есть только биткоин. Это единственный актив, который вы можете рассматривать к покупке, инвестиции, к вложению, к работе, с которым вы можете ориентироваться, на которую вы можете опираться. Ни эфир, ни шибаину, ни зэк, ни NFT. А будущий токен WhiteBit, как бы вы расценивали Владимир? Я бы вкинул в него все, что у меня есть. Вот. Это будет вторая. Продал бы мамону квартиру за токен WhiteBit. Но об этом в следующих выпусках. А пока что только биткоином единым, как завещал нам дедушка Сатоши. Что-то нам несут. В Беларуси очень любят читать газеты, а я очень сильно верю в знаки. И возможно то, что вы начали этот выпуск со слов «Сейчас мы прочитаем для вас новости». И я предлагаю замиксовать чайники с ухо-носом и продолжить мировыми новостями. Блин, не хуй себе. Ни с того ни с сего. Подъебав так подъебав. Владельца Facebook вызвали в суд на Житомирщине. Да пи***са. Коростынский суд вызвал Марка Цукерберга как соотечественника. Соответчик. Соотечественник. Дело касается комментариев о срубанных тополях под постом мэра Овруча. Я все понял. Именно поэтому Хлеб очень мало говорит в наших выпусках. И собственно новость. Коростынский суд вызвал Марка Цукерберга как соответчика. Дело касается комментариев о срубанных тополях под постом мэра Овруча. И что? Все. И стало понять? Надо было прочитать просто для начала. Так понятно, ты прочитал, пока я читал. То есть ты хочешь сказать, что я научился на твоих ошибках? Yes. Today now it looks like you so far. А мы сегодня выдали. Давай я, может быть? Так известно. Все просто. Давай по слову разберем, как мы учим наших подписчиков. Как будто это блокчейн. Коростынский. Коростын. Коростын. Город. Город. Честь города. Райт-центр. Райт-центр. Коростынский завод МДФ там в том числе присутствует. Один из, кстати, самых передовых в мире. В него вложили очень много миллионов долларов. Но так как в управлении стояли не итальянцы, а наши ребята, то они начали производить самый дешевый на планете Земля ламинат, который нахуй кому оказался не нужен. Она называется. Да. Италианская залу. Так вот, Коростын. Да, разобрались. Суд. Это что-то связано с проблемами. Вызвал. Тут все понятно. Суд имеет право вызвать. Потому что у него есть на то полномочия. Как мы понимаем. Правильно. У них есть кофейная гуща, они могут вызывать. Марк Цукерберг. Цукер, это же сахар. Цукер. Правильно? Цукерберг. Берг, это какой-то немецкий город. Это сахарная гора. Что там? Как соответчика. То есть он должен, по идее, ответить вместе с кем-то за содеянное. Николай Васильевич Брундерштадз. Брундерштадз. И соответчик его Марк Цукерберг. Так, хорошо. С этим предложением вроде все я. Здесь мы забрались. Дело касается комментариев о срубанных тополях. Я так понимаю, что давеча... Иванушки здесь. Во-первых. Интернешнл. Это во-первых. Понимаешь? А тучи там еще были перед тем, кто... Заря. Заря. Июнь. Июль. Кто там? Я так подозреваю, что давеча кто-то рубал тополя. В июне. У кого-то... А, все я все выкупил. Аллергия была. День рождения чиновника. Аллергия. Янка жуткая. Под тополями. Выступают Иванушки. Иванушки. Все сходится. Все сходится. Море сахара белого рассыпано. Назовем эту рубрику «Вкусовая гимнастика». Море сахара на столах. Это только сахар. И в какой-то момент начали падать деревья. Просто их рубят. Просто от сахара в хлам. Я подозреваю, что наевшись вдоволь сладчайшего сахара, жутомирские чиновники придумали увеселительное мероприятие. Забава. Забаву, так называемую. Так. Порубать тополя. И все это зафоткал мэр Овруч. Он играл с хула-хупом. Преступление раскрыто. Он играл с хула-хупом. А какая-то лошица выложила это в Фейсбук. Ну. И Марк стал соответчиком. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот и фотка. Вот и пожалуйста. Преступление раскрыто. Раскрыто. Мэрилин Мэнсон запирал женщин в комнате для плохих девочек, подвергая их пыткам. Блин, все как у меня. Россияне потребовали дать ему гражданство РФ и жилплощадь в Бийске. Лес Бийске. А сколько россиян потребовали? Две русские студентки из Бийска? Конкретное количество людей. Сколько голосов? В британском университете... А Бийска-то где, кстати? Это... Очень интересно. Друзья, а есть кто-нибудь из Бийска у нас, из подписчиков? Если есть, тысяча доги. Нет-нет, да и подлетело. Подписываемся, ставим лайки, колокольчик. В британском университете открыли курс для секс-работников. Вуз сообщил, что организовал занятия по просьбе заинтересованных учащихся. Не, ну если там есть практический курс, то нормальный курс. Тут даже обсуждать нечего. Есть курс, хожу. А кто это секс-работники? Проститутки. Ну, видно, подсказка из зала прилетела. Хорошо, на секундочку сверну. Тут предлагаю разобраться. Когда мы ходим к секс-работникам на их работу, это что? Обмен опытом? Ну... В принципе... В неурочное время? Это обмен энергией. Нет, Глеб. В советском учебнике обмена энергией. Это обмен жидкостями. Отсюда вопрос. Почему в том числе за это нет-нет, да и платится какая-то копейка, если это обмен опытом? Если они работники, они на работе, значит им кто-то платит зарплату. Глеб, ты как специалист нишевый, отраслевой. Так прикинь, они еще... Фундаментальный. Пожалуйста. Немножечко свою клубнично-малинную паству приоткрыть. Приоткрой для нашего подписчика, недальнозоркого. Как бы... Имена. Имена. Я требую имена. Имена, имена, Глеб. Я считаю, что те, кто недолжным образом образован у нас, я предлагаю лететь учиться туда. Я считаю, что когда ни с того ни с сего в президентский номер гостиницы приезжают проститутки, и одна из них заявляет, что ты ее брат... Или сестра. Это уже успех. Давайте последующим новостям. Ребята, чайников здесь не будет, если что. В Соединенных Штатах Америки запустили авиарейсы для занятий сексом. Полет длится час-полтора. Одновременно участвовать в нем могут до шести пассажиров. Так это, ну, в принципе, неплохой корпорат, получается. А это, подожди, это получается что? Какой-то... Это как... И возвращаясь к теме корпоратива. Дорогой Гагарин Шоу. Мы, давеча с Любой, условились, что корпоратив, безусловно, требуется. Некоторым образом потеряна корпоративная эктика. Эктика. А у кого-то это эктика. Я хотел сказать эклектика, но, знаешь, решил оставить для себя пару тузов. Поэтому, конечно же, мы приближаемся к отметке 50 тысяч подписчиков. Прекраснейших, изысканных людей с чувством юмора, вкуса, воспитанных, невероятных инвесторов будущего и прочих ребят, которым мы будем продавать курс бог трейдинга. Целый курс двушка, 4 блока по 500. Никакого на... Три на... Два на штучку, три на кучку. Элементарная арифметика. Так вот, пришло время сделать корпоративную вечеринку. И мы, конечно же, ее проведем под улюлюканье камер и наших зрителей в режиме онлайн, может быть? Ни ху... Скажу я вам так. Видите, Глеб против. Вот и подумайте, кто из нас взаправдашний, а кто играет по сценарию. В Москве откроется группа взаимоподдержки для секс-работчиков. А кто это за секс-новости, я не понимаю? И секс-работниц. Что это за газета? Нет, там другие пойдут. Вести недели? Что происходит? Двести недели? Двести недели, а еще плюс то, сколько там будет. А посчитай. В Москве откроется группа взаимоподдержки для секс-работников и секс-работниц, но откроется и откроется. Ну шо нам-то Москва? Реально тут этот... Как зовут кента Винни-Пуха? Пятачок. Завязанный тут веревок. А тут реально его навятили кто-то. Ученикам во время онлайн-занятий показывали порно. Ну отлично. Ну ничего страшного. Ну. Они в Луцке уже такого видали, что им это порно. А ты выше про алименты не читал с того света? Как на Добрани джидитлахе. В Венеции суд за неуплату алиментов притянул к ответственности покойника. Суд назначил мертвого мужчине 120 часов исправительных работ. Ставлю касальше, отработает. Отработает по полной. Больше чем у Илона в Ровенской области депутат сельского совета задекларировал 124 биткоина. Я причем уверен, что у него номера на всех автомобилях 0-124. И 500 акций Тесла. Оказывается, биткоины он купил еще в далеком 2013. А я вам, дорогие друзья-коррупционеры, говорил еще выпусков 30-40 назад, что вы, декларируя биткоины, рано или поздно столкнетесь с тем, что какая-нибудь подлюка в виде Фемиды спросит у вас доказательную базу, когда вы их купили, и, пожалуйста, предъявите документ. Пучом. Не будьте, знаете, лукавыми. Не смотрите нас на крысу. Ставьте лайки и колокольчик. Вас там нет-нет, да и 400 человек соберется. В щепетовке преступник ограбил сотрудников кубит больницы. Заразился коронавирусом и был госпитализирован в ту же больницу. Но это не по-нашенски как-то. Зачем красть то, что не надо воровать? Ну да. Все так. Престарелая хулиганка. Суд оштрафовал на 51 гривну пенсионерку из деревни Черниговской области за то, что она позвонила в полицию, чтобы обматерить оператора. Слушай, а это 51 рубль стоит? 51 гривню. Имея на руках дефляционный актив в виде бинкоина, бинкоин. Придется выпустить и залистить на вайтбите. Ты понимаешь, типа, бинкоин, если кто-то увидит. Фишинг, фишинг. Прикинь, бинкоин будет появиться на вайтбите. А мне сегодня один человек сбрасывает ссылку, говорит, смотри, говорит, там фейсбук запустил уже собственный коин, DM, пишет об этом уважаемый источник CNBC. А там просто cnbc.commonnews.online. Точка еще какая-то хуйня. Если ты дочитал, то ты мог. Точка. Я говорю, я надеюсь, ты не переходил на этот сайт. Житель Херсона покусал жену, съел кастрюлю борща в чужом доме, украл 20 литров вина и попался на... А шо это такое? Сграна... Что-что? Что такое с граной в руках? Сука, я все время был уверен, что тебе пух наше шоу. А почему тут две буквы не дописали? Потому что я в 5 утра это писал. Фотографию, сука, выбрось. Вот вы и выяснили, что у них у вас секса нет в вашей пи... Ебб**ь, еб**ь, 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 новостями до утра. Понимаешь? Потому что вы мне еб**ь, москви мне еб**ь уже не хочется. Пи**ь. Давай следующую новость. Так, Канье Владимирович Уэст. Канье Уэст назвал себя молодым Путиным. Это мой братик, кстати. Просто разнояйцевый. Канье Уэст назвал себя молодым Путиным. Так и видно, что диктатор такой, б**ь. Так мы поэтому с ним не общаемся уже сколько лет. Я осознал, что я в*****ся тогда. На фоне того, что он один, б**ь, по нашей Беловежской пуще бегает. Так и все, б**ь, так и не виделись. Я осознал, что Владимир, когда понял, что культура это нефть, культура это энергия. А я король культуры в последние 20 лет. И буду им следующие две тысячи лет. Обнимаю тебя, пупсик. Следующая новость. Парфюмеры создали духи с ароматом истребителя. Это пахнет пи**цом, типа? Да. Это запах пука. Нет, это типа б**ь. Когда ты обосрался, б**ь. А, нет, смотри, здесь есть дальше текст. Они пахнут стеклом и металлом. А что, стеклом и металлом пахнет только истребитель? Это создал сын военного прокурора. Кто это придумал, эти духи? МиГ-25. 29 или сколько? Если стекло и металл, то это по-любому истребитель. То есть это не может быть оконная рама из металлопластика. Аромат создан к первой международной демонстрации прототипа российского самолета на Дубае Airshow 2021. Ранее Союзмультфильм выпустил коллекцию ароматов в честь своих мультиков. Например, Чебурашка пахнет апельсинами. Б**ь, я думал, что он воняет. Как тварь. Просто квашина росой. А бременские музыканты свободой. Бременские музыканты пахнут тюрьмой. Ну, бременские музыканты. Это чуваки, которые на рано или поздно нет-нет, да и присядут. В Харькове посреди дороги перекинулся БТР. Я это видел. Во время операции никто не пострадал. Полиция разыскала еноту с сенью, сбежавшего из Мариупольского зоопарка. То есть, мы с тобой понимаем, что во время движения БТРа по Харькову... Это разные фотографии, бля. На него набросился енот Сеня. Из двух-трех касаний перекинул БТР. Скорее всего, предъявляй какие-то требования. Заеб, пошел. БТР. Да. Пошел, его перекинуть тяжело. А потом, видишь, как ласково они его обнимают? Нет, это захват. Удушающий сделал. Удушающий. Все, он его на удушающий забирает. Да, конечно. А второй показывает, типа, класс, класс. Класс, класс, класс. Вот, Глеб, и твоя рубрика. Моя? Трапеза на свежем воздухе. Женщина посреди улицы обедала с сырым голубем, не оставляя даже перьев. Да, это была такая штука. Ну, подъела чуть-чуть, подала. У вас среди друзей из ближнего окружения. Ну, она решила ковид-21 запустить. Школьники Нью-Йорка, опасаясь за свою безопасность, носят в школу огнестрельное оружие. В то же время заданий на дом почему-то стало меньше. В смысле, блядь? В смысле, три задачи. What you say about my mother? Get the fuck, man. Get the fuck. Relax. Слушай, а вот мне интересно, а почему, хотя нет, все, я ответил сам на свой вопрос быстренько в голове, я просто хотел задать вопрос, а почему нашим славянским школьникам не разрешают носить в школу оружие? А потом понял, почему. Это ж у них, типа, в Америке один из десяти еб***й представит себя человеком икс. А у нас 12 из десяти. А у нас 12 из десяти. Потому что некоторые по два раза. Когда начнется пальба, придут еще на п***ь семь человек, которые не поступили в эту школу. Или старшаки подтянутся. Или старшаки подтянутся. Друзья, как вы считаете, если требуется все-таки ввести такую норму и раздать боевое оружие нашим славянским СНГшным школьникам? Нет, школьникам нет. Ну, школьникам нет. Только учителям? Хотя бы учителям. Чтобы они могли защититься. У меня была с первого по пятый класс Светлана Васильевна, преподаватель по русскому языку. Если я делал какую-то ошибку или помарку, она меня била головой об доску. Если бы у нее был ствол, отвечаю. Если бы у нее был ствол, поэтому у меня каллиграфический почерк и прекраснейшее знание русского языка. Я пишу без ошибок. И русский, и украинский. Поэтому знаешь. Да. А, а вот если бы у нее был ствол, то не знал бы. То не знал бы. На самом деле, в завершении этого выпуска хотелось бы сказать, что, друзья мои, когда-то в детстве в своем я наблюдал такую вещь, такой тренд, который был основан в том числе частично на кинематографе, которым активно вскармливали наших с вами соотечественников. Назывался этот фильм «Интердевочка». Почему-то культивировалось такое мнение, что создать что-либо на нашей прекрасной земле невозможно. Лучше отсюда уехать и стать проституткой в Германии, что принесет значительно больше дохода. Но я вам хочу сказать, что нет. Больше того скажу. Вы все мечтаете о каком-то мистическом образовании ваших детей за бугром в Гарвардах, всяких Массачусетсах и прочих всяких заведениях, представляя лучшее будущее для ваших детей. Так вот, я вам скажу следующее. Если ваш сынок или дочка долбой*** в Украине или в Белоруссии или в России, то она вдвойне или он долбой*** в Германии, в Соединенных Штатах или в Британии. Где родился, там и пригодился. На том и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Всех обняли. Наметни еще новости подоспели, ведь мы пропустили именинника в нашем коллективе. Поэтому предлагаю... С днем рождения! Ура! С днем рождения тебе! Не будь лапшой! Ура! Днем рождения тебе! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Ты знаешь, что делать! Ты лучше сам! Лучше сам! Лучше сам! Лучше сам! Давай! Я понял. У-у-у! еще одна маленькая новость ведь сегодня кого столько у дениса было пропущено день у нас трое именинников ну ты понимаешь это работает ну давай илюха лучше сам я уже договорил на не получается на это твой рождение лёша подходи где-то при лёша давай хвостом туда будем выковыривать в это брат ну давай лучше сам лучше сам лучше сам только сильно давайте все давайте давайте все кто нас вот не саня ну саня 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 а а а а а